Первый музей восковых фигур появился более 200 лет назад. Копии знаменитостей, глядя на которых, так сразу не поймешь, человек перед тобой или нет, обрели большую популярность. Такие музеи всегда очень популярны среди населения. И неудивительно, восковые фигуры – это уникальная работа. К тому же это шанс сфотографироваться рядом с любимой знаменитостью, пусть даже и восковой. Уникальная возможность представилась и жителям нашего города прямо на площади перед Дворцом Искусств. Здесь можно увидеть выдающихся политических, исторических личностей. Все фигуры выполнены с соблюдением всех антропометрических данных. То есть эти люди в натуральную величину, именно так, как они выглядели при жизни. Самое необычное в этом, пожалуй, сама площадка, где представлены экспонаты. Более 30 политиков, исторических деятелей и знаменитостей находятся практически под открытым небом. Состав, из которых они изготовлены, выдерживает до плюс 55 градусов. Но поражает воображение другое – удивительное сходство с настоящими людьми. Ресницы, волосы, глаза, рельеф тела и даже вены на руках. Лучшие питерские мастера трепетно создавали фигуры. Среди наших экспонатов есть Петр Первый. Это человек, который впервые привез в Россию восковую фигуру. Это была его собственная голова. Выставка еще совсем молодая. В таком формате она появилась впервые. Планы на будущее амбициозны. Привлечь к такого рода времяпрепровождению молодое поколение. А это в цифровую эпоху не так просто. Однако в гаджетах не получится прикоснуться или заглянуть в глазах, например, царской семьи Николая Второго. Или воочию зреть людей с генетическими уродствами, которые существовали на самом деле. Но все фишки экспозиции организаторы раскрывать не стали. Как говорится, лучше один раз увидеть, нежели сто раз услышать. Не забудьте взять с собой фотоаппарат. Фото и видеосъемка у нас бесплатно. Провести выходные с пользой, а главное интересно, может любой желающий с 10.30 до 8 вечера вплоть до 22 октября. Дети до 7 лет бесплатно. Кроме того, на площадке возле Дворца искусств расположился парк аттракционов.